здравствуйте коллеги меня зовут моя борода владимир я являюсь консультантом аналитики консультантом аналитики компании coderline цель нашей сегодняшней встречи это знакомство с конфигурацией 1с управления нашей фирмы редакции 3.0 ее основными возможностями а также мы будем изучать возможности в части учета рабочего времени программа нашего вебинара будет следующая сначала я буду проводить доклад в ходе доклада рассматривать возможности программы и после того как я пройду доклад мы сможем я смогу ответить на вопросы которые у вас могут возникать в процессе демонстрация значит наш вебинар еще раз повторяю посвящен конфигурации 1с управления нашей фирмы редакции 3.0 программа вебинара у нас будет следующая значит мы ознакомимся с общими сведениями по конфигурации затем посмотрим каким образом ведется табель учета рабочего времени конфигурации потом рассмотрим планирование рабочего времени сотрудников размерах разрезе работ проектов и других аналитик дальше по плану у нас отражение фактических трудозатрат по различным аналитикам анализ использования рабочего времени и в конце мы будем я отвечать на вопросы которые могут возникнуть процессе демонстрация значит давайте вкратце расскажу о конфигурации 1с управления небольшой фирмой конфигурация 1с управления большой фирмой мы будем рассматривать редакцию 3.0 это современное комплексное готовое решение для управления учета на предприятиях малого и среднего бизнеса данной конфигурации реализована все необходимое для оперативного учета контроля анализа и планирования хозяйственной деятельности предприятий для ведения регламентированного учета рекомендации налогового учета рекомендуется совместное использование с конфигурацией 1с бухгалтерии 3.0 значит в конфигурацию входят следующие подсистемы первое это серия затем продажи закупки склад работы производства деньги персонала компания настройки рекламентированная отчетность в данной конфигурации рассчитана только для индивидуальных предпринимателей то есть полноценный регламентированный учет в программе не ведется то есть для этого нужно использовать совместно бухгалтерию 3.0 на примере мы будем рассматривать конфигурацию управление нашей фирмы редакции 302.78 здесь на слайде представлен представлена версия конфигурации значит значит мы сейчас перейдем к введению учета табеля рабочего времени конфигурации 1с управление нашей фирмы значит табель учета рабочего времени находится под системе персонал в разделе зарплаты то есть мы переходим в раздел табеля здесь уже есть предопределенный заполненный табеля который можно заполнять как вручную на основании производственного календаря либо на основании графиков работ предприятия и так далее то есть табель табель учета рабочего времени выглядит следующим образом то есть здесь заполняется организация по которой мы ведем мы ведем этот табель дальше нас здесь указывать подразделение по которому мы заполняем данный табель то есть если мы подразделение указываем по умолчанию заполняется по всему по всей организации значит для того чтобы заполнить табель это можно сделать как вручную при помощи кнопки добавить мы выбираем сотрудника например из нашей компании убираем сотрудника из панк можем заполнить это можно заполнить табель вручную вот есть возможность заполнения табеля по по календарю либо по производству то есть мы можем заполнить по производственному календарю либо по графику работы сотрудников вот соответственно по производственному календарю если мы заполняем мы можем это сделать следующим образом система система проверяет какие где сотрудники работают в данной компании, в данном подразделении и проверяют заполненный производственный календарь для данной компании. Здесь табель заполняется стандартным способом, указывается вид явки и количество. То есть у нас идет дата, мы указываем, допустим, явка у него была, какое количество часов. Ну и, соответственно, если было какое-то отклонение, мы можем указать, что, допустим, это был, например, отпуск, либо прогул, либо больничный и так далее. Система позволяет в одни сутки записывать до трех видов явки. То есть мы можем разбить, например, смену на несколько частей. То есть первую половину дня, например, сотрудник находился на рабочем месте, мы можем поставить, что он находился четыре часа на работе. А вторую половину, например, он находился на больничном. Ну, либо еще какое-то, либо другое отклонение. Соответственно, после того, как мы это запомним, мы можем записать. У нас есть печатная форма табеля учета рабочего времени, которая выглядит следующим образом. Здесь мы можем увидеть, что сотрудники, по которым заполнен табель, вот непосредственно вот Илюхину, которая была скорректирована, у нее указано, что на четыре часа. 24 марта у нее была явка, и четыре часа она была на больничном. Значит, здесь также указывается, сколько было отработано за первую половину месяца по каждому сотруднику, и за вторую половину, и общее количество за весь месяц. Данную печатную форму можно заполнить, распечатать и приложить к документации по оформлению рабочего времени. Коллеги, по данному вопросу, есть какие-то вопросы по данному табелю? Так, видимо, нет. Хорошо. Значит, следующее, что я бы хотел показать, это... Так, что касается табеля, перейдем к нашей презентации. Так, значит, у нас, ну, один из вариантов, который я бы хотел вам продемонстрировать, это интеграция системы 1С-УНФ с системами управления контролем доступа. Вот, данная интеграция, это была внешняя доработка, то есть у нас подразумевалось, что система... Ну, вот, это была реальная доработка, которую мы делали в компании. Вот, на предприятии устанавливались там определенные считыватели. Вот, на базе компании, вот, Анвиз, стояли биометрические считыватели. Вот здесь на схеме видно, что они могут быть установлены там в любом месте на предприятии, например, там, на проходной, там, либо в цехе где-то, либо еще где-то. Эти считыватели, они фиксировали приход сотрудника на работу, затем его уход с работы и возможное отклонение. То есть, если это стоит на какой-то проходной, то этот считыватель может фиксировать, когда он заходил-выходил с территории предприятия. Ну, конкретный считыватель, вот эта модель C2, она может работать как с биометрическими данными, то есть уводятся данные отпечатков пальцев сотрудников, либо сюда могут быть добавлены перфид-метки, которыми может пользоваться также сотрудник. То есть это либо пропуск, либо метка там, ну, или другое какое-то устройство по технологии перфид. Ну, также можно телефоном пользоваться. То есть сотрудники, когда проходят через контрольно-пропускной пункт, они прикладывают либо палец, либо метку, в зависимости от того, каким образом будет настроен контроль доступа для определенного сотрудника. То есть также есть еще возможность входить по паролю. То есть если у сотрудника нет ни пальцев, ни метки, у него можно забить в систему пароль. Он, когда заходит, он может вбить свой пароль. Система распознает, что это этот пользователь и сделает запись о его прохождении там, либо в одну или в другую сторону. Значит, в данном примере я бы хотел вам продемонстрировать доработку, которая позволяет загрузить данные из биометрического считывателя непосредственно в документ табель. То есть в документ табель была добавлена доработка, которая позволяет заполнять его из документа Excel. То есть вот здесь вот сверху выведена кнопка. То есть мы создаем сам документ. Допустим, пустой документ мы создаем. Затем нажимаем кнопку «Заполнить». Система нам предлагает выбрать файл, из которого мы будем исполнять. То есть файл выглядит следующим образом. Он выгружается непосредственно из считывателя. Здесь указывается ID сотрудника, его фамилия, дата, когда он пришел, ушел, дата, время, приход и уход. То есть на основании этих данных система записывает, ну, может по обработке записать в табель. То есть мы выбираем непосредственно данный документ, нажимаем «Открыть». Происходит обработка. После того, как это произошло, здесь нужно нажать кнопку «Перечитать», чтобы форма обновилась. И вот у нас видно, что по данному сотруднику у нас произошла загрузка из файла Excel. То есть здесь мы можем увидеть, что, допустим, если мы выведем печатную форму табеля, то мы можем посмотреть, что по данному сотруднику были зафиксированы приходы. То есть 24 числа он отработал 1 час, 25 у него был полный день, ну и так далее. То есть у него фактические приходы были с 24 по 31 февраля. В итоге он проработал 8 дней, 55 часов за этот месяц. Так, здесь мы, наверное, закончим. Следующее, что я бы хотел, что я бы хотел, наверное, показать, это у нас дальше. Следующий раздел, который мы будем рассматривать, называется «Планирование рабочего времени сотрудников». Планирование рабочего времени сотрудника может в конфигурации 1С управления небольшой фирмой проводиться в разрезе работ, проектов и других аналитик. Для того, чтобы, например, планирование, можно сделать при помощи специального рабочего места. Здесь сформируется план, план рабочего времени сотрудников. Вот выглядит он следующим образом. В данном плане заполняется плановое время сотрудника. Либо здесь может быть заполнен как на неделю, на месяц, либо какой-то иной период. Мы задаем данные по конкретному сотруднику, либо по подразделению, и система позволяет нам сделать такой документ. Также мы можем запланировать время сотрудника в разрезе, например, времени и работ при помощи документов задания на работу, либо документ заказ на ряд. Как это выглядит. В подсистеме работы есть раздел задания, в котором отражаются документы по учету рабочего времени, такие как задание на работу и учет времени. Документы задания на работу позволяют запланировать какие-то работы, которые будет выполнять сотрудник в какой-то период времени. Например, сотрудник Ахметов Игорь Аркадьевич у нас будет работать, точнее он работал с 6 апреля с 9 до 12 для заказчика Леневого. Мы можем указать, какой вид работ он делал. Например, замеры кухни. Здесь мы можем указать, по какому заказчику он работал. Также мы можем указать, что он делал. Здесь мы можем указать, допустим, что он делал в процессе выполнения данного задания. Если задание внешнее, то есть внешнее, это когда мы отражаем, что сотрудник работал по выполнению какого-то определенного заказа, либо мы указываем, что это внешнее, мы тогда можем по данному заданию указать вид цены, стоимость данной работы, сумму, также продолжительность работы, трудоемкость. Если это задание на работу внутреннее, то есть это какие-то он внутренние распоряжения делал, либо задания, которые связаны, например, с каким-то производством, тогда мы можем это делать как задание внутреннее. В зависимости от аналитики у нас система указывает, для внешних мы можем указать стоимость работы, для внутренних эти данные не требуются. Требуется только заказ, допустим, покупателя, по которому мы будем осуществлять данные работы. Соответственно, данные можно редактировать как списком, так и по отдельному исполнителю, можно выполнять по бригаде. Здесь также указывается на вкладке дополнительно, то есть по какому подразделению, по какой организации было создано данное задание. Печатная форма задания на работу выглядит следующим образом. То есть мы можем здесь... Здесь не очень хороший пример. Давайте вот здесь... Хорошо. То есть здесь мы указываем, то есть можем распечатать данное задание на работу сотруднику, передать его, чтобы он приступал к выполнению данной работы. Здесь в поле описания работы может быть указано, если есть какие-то специфические данные, которые он должен... Ну, или какие-то работы, которые он должен выполнять в процессе сборки, допустим, на производстве, если есть какие-то дополнительные сведения, то они могут быть указаны вот здесь в поле. Например, мы можем указать, что там, я не знаю, покрасить мебель и так далее. То есть мы здесь при формировании вот этого задания, если это, например, внутрипроизводственное задание, то это делает, например, бригадир, либо начальник смены, либо какой-то сотрудник, которому есть поручение выполнять формирование данных заданий. После того, как он выполнит, он это задание распечатывает, передает его исполнителю. Исполнитель идет и выполняет. В конце работы он отчитывается о проведенных работах, то есть по данному заданию могут быть работы приняты, и соответственно будет указано, что он сделал, что не сделал, какое время. Для того, чтобы в системе, то есть фактически вот эти задания на работу, это плановое время и плановые работы, которые будет выполнять данный сотрудник. Для того, чтобы нам увидеть, как фактически выполнялись данные работы, у нас на основании данного задания может быть создан документ, который называется учет времени. То есть он создается на основании данного документа. Этот документ показывает фактические работы, то есть фактическое выполнение данных работ. То есть по данному заданию сотрудник 6 числа с 9 до 17 собирал модули на производстве. Дальше, допустим, 7 числа с 9 до 9 он также это собирал. Соответственно, после того, как по другим дням у него также были работы, связанные с этими заданиями. Система разбивает учет времени, документ понедельно. То есть так заложено разработчиками, что она не может сделать на период. Если задание мы можем сделать, например, на период, например, на 2 недели, то документ учет времени формируется кратно 1 недели. То есть с понедельника по воскресенье. То есть если задание было на 2 недели, то, соответственно, будет учетов времени кратное количество недель, в которых оно участвует. для того, чтобы посмотреть, каким образом были произведены выполнения данных работ, существуют аналитические отчеты в системе, которые могут нам показать, что мы фактически делали по конкретным заданиям. Например, у нас есть такой отчет за задание на работу. Если мы его сформируем, мы можем посмотреть, что сотрудник, например, в Диев выполнял в период с 1 по 7 число работы, связанные с замером кухни. И здесь мы видим, что здесь есть две колонки. Это плановое время и вторая колонка – это фактическое время. Также есть колонка отклонения и процент отклонения. Значит, плановое время – это у нас мы видим то, что приходит из документов «Задание на работу». То есть фактическое время – это то, что у нас приходит из документа «Учет времени». То есть таким образом мы можем увидеть, что… Давайте, наверное, сейчас мы немножко тут расшифруем. То есть если найти, нажать… Мы можем посмотреть, из чего данные цифры образовались. Можно во всем отчете показать, можно конкретно показать на какую-то строчку отчета. То есть мы видим, что по данной позиции у нас было плановое время 9 часов, фактическое время было 12 часов. Это значит, что сотрудник переработал. То есть здесь уже бригадир либо другой сотрудник, который отвечает за приемку работ, он разбирается в причинах, почему было отклонение. То есть, соответственно, у нас получается, что запланировали 9 часов, фактически отработал 12 часов, отклонение в 3 часа. То есть сотрудник переработал. То есть здесь могут быть объективные причины, либо там ему не хватало материалов, либо он просто медленно работает, либо там еще какие-то причины. Здесь уже непосредственно происходит на основании данных отчетов мы можем посмотреть, как работают люди. И дальше уже проводите расследование, почему тот или иной сотрудник по той или иной работе где-то медленнее работает, где-то быстрее. Может быть, нужно провести какие-то модернизации, либо изменить квалификацию сотрудника, для того, чтобы он укладывался в плановые показатели, которые у нас присутствуют при формировании данных работ. Также для того, чтобы отразить работу, существует, помимо документов задания на работу, существует документ заказ-наряд. Данные документы... Сейчас, минуточку. Заказ-наряд — это отдельный вид документ, который может быть использоваться в конфигурации, по которому мы можем отражать работы, которые мы оказываем какому-то заказчику. Также здесь мы можем указывать, допустим, товары, которые мы... Ну, точнее, материалы, которые мы будем использовать в процессе выполнения данного заказ-наряда. То есть, также могут быть применяться материалы заказчика, могут есть раздел доставка, оплата, зарплата. То есть, данный документ может полноценно отразить хозяйственную операцию, связанную с выполнением каких-то работ для определенного заказчика. Здесь у нас включена аналитика проекта. То есть, если мы хотим, например, заказ-наряда, либо, допустим, те же самые задания на работу, мы можем указать аналитику проект. Ну, здесь у меня для примера есть проект номер один, проект номер два. Соответственно, после того, как мы будем закрывать данный заказ-наряд, либо задание на работу, которое я показывал на предыдущих слайдах, мы можем ввести аналитику в разрезе проекта. То есть, можно ввести в разрезе заказчика, в разрезе работ, в разрезе проекта. То есть, если мы делаем какие-то работы для какого-то проекта, то мы сможем собрать аналитическую отчетность по данному проекту. Значит, здесь во вкладке главное, здесь заполняется покупатель, договор. Здесь указывается, система автоматически заполняет, когда мы начинаем работать, когда заканчиваем. Указывается организация, которая происходит. Происходит работа. Это в стандартной вкладке в комментариях мы можем указать какие-то дополнительные описания, которые связаны с данным заказ-нарядом. В разделе работы мы указываем, какие работы, услуги мы оказываем данному заказчику. Здесь внизу у нас указываются, какие материалы были использованы в процессе выполнения данного заказ-наряда. То есть, например, для того, чтобы смонтировать эти кухни, сотрудник, который выполнял выполнял данные работы, он использовал следующую номенклатуру. То есть, работы подбираются следующим образом. Здесь есть кнопка «Подобрать». Мы можем из групп работы либо услуг выбрать ту или иную услугу, которая у нас есть. Обратите внимание, что здесь есть предопределенные значения, которые были заведены в данной конфигурации. Здесь для вот этих услуг, например, есть даже определенные стоимы, цены на выполнение данных работ. То есть, мы можем, допустим, выбрать уже с предопределенными ценами. Также можно установить произвольные цены, либо есть возможность в системе регистрировать цены на те или иные виды, например, работ, либо материалов в зависимости от документов поступления. То есть, мы можем в системе при создании карточки номенклатуры мы можем показать, что, допустим, сейчас, минуточку, то есть, карточка номенклатуры выглядит следующим образом. Здесь указываются основные данные по данному типу номенклатуры. номенклатура работы и просто материалы это один и тот же справочник. Единственное, что здесь указывается иной тип данной номенклатуры. То есть, здесь конкретно указано, что это тип работы, либо услуга. Если это материал, то здесь указывается, что это материал. Соответственно, мы можем здесь есть такой рейтел цены. Система может зафиксировать, какая цена была на ту или иную номенклатуру. То есть, либо если это работа, то это работа, если это номенклатура, то номенклатура. Система позволяет ввести учет цен на данный вид номенклатуры, например, либо по документам, либо через при помощи документов, например, установки цен. Мы можем установить, а можем фиксировать цены по документам движения. Например, мы сделали приобретение какой-то, какой-то номенклатуры, либо сделали отгрузку какой-то номенклатуры, либо услуги. Система может быть настроена таким образом, что мы можем запоминать, при каждом вот этом движении система будет запоминать, какие были цены. Потом мы можем на графике посмотреть, как менялась данная цена в определенный период времени. Здесь у нас фиксируется запись в определенном регистре, как менялась цена по той или иной номенклатуре. Так, значит, заказ снарядов, они, ну, журнал заказ снарядов выглядит следующим образом. То есть здесь указывается номер покупателя, когда был начат, когда он был закончен, здесь состояние, у нас в каждом заказ снаряде используется, есть у нас несколько видов состояний, которые мы можем добавить, либо использовать те, которые у нас имеются. Также здесь есть очень интересное решение, которое разработчики данной конфигурации предусмотрели. Это вот эти зеленые иконки. Что они обозначают? То есть первая иконка обозначает, что в каком состоянии происходит обгрузка и выполнение данного вида работы, заказ снаряда. Вторая иконка обозначает, в каком состоянии находится оплата за данный вид заказ снаряда. то есть вот здесь например если взять предпоследнюю это значит что заказ снаряда был полностью выполнен первый кружочек полностью заполнен и полностью оплачен. То есть он у нас уже закрыт. По последнему заказ снаряда это обозначает что работы не были выполнены и не была произведена оплата. То есть если у нас например допустим какая-то частичная оплата либо частичное выполнение по данному заказу вот например у нас было запланировано что мы заказчик должен заплатить полторы тысячи рублей например он нам внес аванс в размере 500 рублей по данному заказ снаряда. Соответственно мы вводим документ основания то есть то что он нам оплатил аванс в размере 500 рублей вот здесь можно это увидеть по связанным документам и вот мы видим что по данному заказ снаряду была частичная оплата в размере размер можно посмотреть например здесь вот через поступление то же самое у нас и касается выполнения работ то есть если работы у нас работ у нас были выполнены там частично либо полностью здесь также будет высвечиваться этот кружок он будет либо полный либо вот как здесь частично заполнен цвет кружка зеленый обозначает что работа оплаты производится своевременно то есть в пределах периода который был указан если кружочек горит красным цветом то это значит что период например выполнения работ в данном случае он был просрочен то есть у нас было запланировано по данному заказ снаряду что мы будем выполнять работы со 2 по 2 февраля ну не было зафиксировано никаких работ система видит что данный заказ снаряд просрочен соответственно по оплате то же самое если это указывается то есть этапы работ у нас указываются вот здесь соответственно можно также здесь запланировать когда когда заказчик будет оплачивать вот и тогда система будет это отслеживать соответственно способы оплаты и и дата оплаты указывается у нас в договоре который выбран здесь так теперь давайте наверное перейдем еще к документам заказ снаряда у нас также здесь есть подчиненные есть такая кнопка мы можем увидеть подчиненные документы которые создавались в процессе выполнения данного заказа снаряда то есть первое событие это было зарегистрировано в системе CRM то есть в системе было зарегистрировано встречено по данному клиенту затем было создано задание на работу потом было его согласование затем система CRM зафиксировала что был телефонный звонок вот я так предполагаю что это было согласование данного дизайна Затем был сформирован заказ покупателя. Заказ покупателя – это документ, в котором отражается непосредственно, что мы делали для данного клиента. То есть здесь непосредственно мы можем увидеть, что по данному заказу покупателя клиент у нас купил следующую номенклатуру. По заказу наряду мы произвели сборку, например, либо доставку данной номенклатуры, если это требовалось. То есть данный заказ покупателя закрывается другими документами. Клиент здесь его оплатил. Здесь произошла отгрузка данной номенклатуры по расходу. На кладной была выставлена счет фактура. Была зарегистрирована еще одна оплата. То есть сначала был зарегистрирован аванс, затем была зафиксирована полная оплата. Что касается данного заказа покупателя. Соответственно, по заказу наряду мы также можем увидеть, что данный заказ наряду был также оплачен при помощи документов поступления в кассу. Здесь была и здесь данном заказа наряду отопшено, какая была, какие работы выполнялись, в каком количестве. То есть у нас здесь указано, что мы по данному заказа наряду производили монтаж, установку кухни. Тут указана норма времени 3 часа, стоимость 3 тысячи 1 час. То есть данный заказ наряду, происходила сборка данной кухни. Что бы я тут, наверное, вам хотел еще показать. Значит, это что касается документа планирования времени сотрудников. Когда мы можем запланировать данные по сотрудникам, если требуется... Это статистическая форма. Мы можем здесь запланировать, что у нас делать сотрудники, и потом обновление данного плана и смотреть его выполнение. То есть это другой способ, который был показан в начале. Так, дальше. Также есть у нас отчеты, связанные с учетом рабочего времени. Это отчет называется «Выполнение работ и оплаты заказа снарядов». То есть отчет выглядит следующим образом. То есть мы выбираем период. Здесь есть различные отборы. Мы можем сформировать и посмотреть. Здесь в разрезе, например... То есть если мы посмотрим и свернем эти группы, мы можем увидеть в разрезе покупателя, например. Мы можем посмотреть, если дальше разворачиваем в разрезе, например, заказ снарядов, либо заказы покупателей. Здесь дальше мы можем детализировать до видов работ. Соответственно, здесь у нас фильтры есть. Мы можем указать непосредственно какой-то заказ покупателя, если нам это требуется. То есть мы можем посмотреть, например, какой-то заказ покупателя. Сейчас, кто здесь или нет. Можем, например, по виду документа отобрать все заказ-наряды, которые, например, выполнялись за данный период. То есть мы видим, что в данный период у нас выполнялся заказ-наряд сотрудникам покупателя Бережнов Александр. Заказ-наряд номер один выполнялась доставка и замер. Тут также можно увидеть, если требуется, можно в настройках указать. Например, система очень гибкая, позволяет добавлять дополнительные поля. Например, мы можем вывести поле, которое называется проект. То есть если мы ведем аналитику в разрезе проекта, то мы можем вывести данную аналитику. Система нам покажет, что данный заказ-наряд выполнялся по проекту номер один. То есть если нам не нужна аналитика по заказу, а нужна только аналитика по проекту, то мы можем также выбирать аналитику по проекту. Можно убрать, например, здесь, например, убрать заказ-покупатель, оставить только проект. Нам система будет показывать только детализацию в разрезе проекта. Ну, это если нам нужно, например, собрать данные по определенному проекту. Так, коллеги, может быть, есть какие-то вопросы по... В принципе, это все, что я хотел сегодня показать. Я могу показать еще конкретные примеры применения данной конфигурации на примере предприятий, если это интересно. Либо могу ответить на вопросы, которые, может быть, у вас возникнут. Так, ну, хорошо, давайте тогда я покажу еще один вариант. Вариант отчета по планфактному анализу, ну, по факту, ну, здесь конкретно по планфактному анализу по заданиям на работу. У нас, например, вот это живое предприятие, которое занимается производством, производством выставочных стендов. То есть здесь для них был сделан определенный вариант отчета. Здесь мы можем увидеть в конкретном, например, здесь помимо аналитики проекта, есть еще проект аналитика выставка. То есть здесь указано, что сотрудник, например, вот этот работал по проекту такому-то, делал такие-то работы. То есть мы можем увидеть, что по данному проекту были проведены определенные работы. То есть здесь общее количество по такой-то выставке. То есть здесь у нас непосредственно... Сейчас покажу. То есть у нас, когда формировался заказ покупателя, здесь мы указываем, что мы производили. Здесь уже непосредственно производственный блок подключался. У нас на вкладке дополнительно был добавлен реквизит. Помимо стандартного реквизита проекта, был добавлен реквизит выставка. То есть мы можем еще более глубокую аналитику добавить. Помимо проекта еще и выставка. Соответственно, данный отчет позволяет нам увидеть, какой был планфактный анализ по определенным проектам. То есть здесь мы собираем по данному проекту все ресурсы, которые были использованы, сотрудники, которые были задействованы. Здесь есть несколько вариантов отчета, которые были разработаны на базе отчета задания на работу. Здесь просто были добавлены дополнительные аналитики. То есть мы здесь можем увидеть, что это тот же самый отчет, только в других разрезах. Здесь были плановые показатели. Здесь были фактические показатели. То есть, допустим, здесь в разрезе сотрудника, в разрезе работы, то есть здесь было плановое время, допустим, по данному сотруднику 22 часа. Он фактически работал почти 9 часов. И, соответственно, здесь у нас детализация идет до минут. Как это было сделано, здесь использовался... Сейчас я покажу наверх. Значит, для данной компании было разработано специально автоматизированное рабочее место. То есть у них в цехе висит экран огромный, на котором, на данном экране сотрудники видят следующую информацию. Вот зелененькие, то есть это действующее предприятие. Зелененьким обозначены задания, которые работают в текущий момент. Желтые – это... То есть здесь есть статус, есть старт, финиш, но это доработка уже. То есть это нестандартное решение. То есть на базе конфигурации управления небольшой фирмы мы сделали следующую доработку. То есть это автоматизированное рабочее место. Здесь стоит сканер, сканер штрих-кодов. То есть когда сотрудникам в начале рабочего дня выдаются задания на работу. Данное задание выглядит следующим образом. Здесь указывается, что делает сотрудник. сотрудник в каком, на каком проекте, на какой выставке. У него печатается данная печатная форма. Печатная форма имеет штрих-код. Данный штрих-код, данный штрих-код, он сканируется на этом автоматизированном рабочем месте. То есть стоит сканер штрих-кодов. Когда распечатывается данное задание, выдается сотруднику, и он идет работать. То есть когда он первый раз сканирует, система начинает работу. То есть у него появляется статус старт. Здесь указано, в какое время он приступил к работе. После того, как он эту работу выполняет, он приходит к этому сканеру, подходит, еще раз его сканирует, система переходит в состояние финиш. Если ему нужно еще раз эту работу продолжить, допустим, он пошел там пообедать, либо он пошел поработать по другому заданию, то есть он останавливает текущее задание, берет другое, сканирует, идет работать по другому заданию. Дальше, если, например, по какому-то заданию у нас происходит какое-то отклонение, вот сюда записываются данные по отклонениям, например, ну, я не знаю, кончились саморезы. Вот. Система автоматически подсвечивает данное задание, что оно не может выполняться, ну, либо оно, ну, вот по причине, например, что есть какое-то отклонение, то есть оно подсвечивается красным цветом на экране, то есть это огромный экран, стоит в цехе, и все могут его увидеть. То есть по данному, по данному, по данному экрану, ну, данный экран, он позволяет, позволяет начальнику рабоину, позволяет начальнику цеха, начальнику смены, смотреть, в каком состоянии сейчас находятся те или иные работы. То есть он может посмотреть, что что вот эти минуточку. Здесь обновление происходит немножко в статическом режиме, там каждые 5 или 10 секунд обновление, обновление происходит. Соответственно, по данному арму мы можем увидеть, что в данный момент делает каждый сотрудник на данном предприятии. То есть мы можем прямо взять и посмотреть. Вот. В принципе, наверное, все, что я хотел сегодня показать. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Коллеги, ну, если нет вопросов, ни у кого, я спасибо вам большое за внимание, что вы посетили наш вебинар. Если у вас остались какие-то вопросы, либо вы хотели бы их задать, вы можете вот по указанному на экране электронной почте задать свои вопросы, мы обязательно их разберем и вам ответим. Спасибо большое за внимание. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok